Но конкретно сегодня мы стоим на самом деле на кризисной ситуации, когда рынок ICO переживет свое первое падение. Точно сказать, как и в какой форме оно будет сложно. Ну, как бы, прогнозы делать, все мы понимаем, неблагодарное дело. Мы как бы не на Форексе, и непонятно, что как. Но все признаки говорят о том, что сейчас будет первый кризис, это падение объема привлекаемых средств. Самое интересное, что количество проектов, которые анонсируют ICO, оно не уменьшается. Они идут, 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 а денег-то больше не становится. То есть они будут собирать все меньше, потом они не смогут оправдать возложенные их ожидания, и все это рухнет. Осень, зима-весна вот следующего года, как нам кажется, ну, грубо говоря, через год это пойдут, мы первые плоды этого начнем как бы видеть. И вот в этот момент начнется переоценка ценностей. Будут формироваться новые стандарты, мы просто вынуждены будем их формировать. Поэтому те, кто вкладывается сейчас в ICO, я надеюсь, вы все понимаете, что это венчурное-венчурное инвестирование. Это не просто венчурное. Это знаете как, я хочу, а можно, я хочу хотеть. Вот это вот венчур к венчур. То есть, что такое ICO? Вот к нам приходят ребята, что такое ICO? Слушай, ICO это когда ты можешь привлечь бабло просто так, на своих условиях, не отдавая компанию, и делать потом все, что хочешь. Слушай, а в чем вообще, вот кто приносит деньги, в чем их прикол? Я говорю, слушай, ты знаешь, нужно красиво запаковать, показать, что ты, ну, даешь им поучаствовать большой истории. Галеб, да? Это же суперкомпьютер. Ну, блин, ну какой идиот не хочет поучаствовать в формировании суперкомпьютера, да? И так далее. Это эмоции. Львиная доля аудитории на сегодняшний день, кто инвестирует, она не профессиональная. А нападка именно на обещание. Ну, блин, проект из Европы, проект из Штатов. У меня есть легкая возможность без проблем в виде крипты в этом поучаствовать. Ну, блин, ну грех просто этого, ну, не использовать эту возможность. Поэтому на данный момент, господа, я бы вам морально советовал настроиться, про эти деньги забыть. Да, есть проекты, там, Хрона. Нет, ну, они ребята серьезные, да, там, бывшие, там, самого Розового Кролика, да, там, Медро и Бороу. Это серьезно, я как бы не спорю, они ребята молодцы. Но, вот мы, когда его анализировали, очень многие даже не дойдут до момента, когда мы должны что-то показывать, они умируют раньше. Причем, это, как мне кажется, знаете, будет не то, что такой громкий процесс. Вот, сегодня должны нам показать продукт. И сегодня с утра все, оп, опусто. Нет, это будет, знаете, плавно. Один сошел на нет, про него забыли. Ну, как-то волна поднялась, пообсуждали, забыли. Второй, третий, четвертый. А потом, где-то месяца через три-четыре, все поймут, что семь из десяти проектов, вот, они мертвы, их нет. Ну, вот, это то, как мы себе изнутри видим вот текущее состояние перспективно, классно, технологично. Но еще предстоит очень-очень-очень много работы для того, чтобы этот хаос, а это в прямом смысле хаос, привести к какому-то системному знаменателю. Пока мы не приведем этот рынок к системному знаменателю, не появятся новые игроки, серьезные игроки, институционалы, которые за собой приведут частников. Поэтому, господа, инвестируйте, инвестируйте. Но инвестируйте то, что вы сможете с чистой совестью про это забыть. Вот, как бы, это вот, ну, наш совет.